С пильными зусиллями, цего тижня врятовано 10 життів. На нашому дереве уже 928 фигурок врятованих тварин. Я была в командировке, ехала через змею в Комсомольский, увидела возле забора лежащую собаку. Явно было понятно по собаке, что у нее совершенно рабочая верхняя часть туловища, и при этом совершенно неподвижная нижняя часть. Зашла в близлежащий магазин задать вопрос, знают ли они вообще, что там у них пес страдает. Собака лежала первые сутки где-то у обочины под деревьями, а потом, поскольку сильные были передние лапы, очевидно, сама смогла переползти в более безопасное для себя место. Я зашла в аптеку, купила бинт. Парень, который согласился помочь, попытался сделать петелечку и помог, в общем-то, набросить петлю на пасть. Я в это время собаку гладила и разговаривала с ним. Не знаю уж, может быть, я произвела на него впечатление, и он понял, что ему никто не желает зла, потому что, мне кажется, они все очень чувствуют нас. Мы долго промучились, надо сказать, что, наверное, полчаса мы промучились с тем, чтобы как-то вот все эти процедуры поэтапно осуществить. Но в итоге все получилось. Нашли какого-то ветеринара, который работал еще в 7 часов вечера в Змееве. Нашли. Спасибо огромное этому доктору. Зовут его Стас, который оказал первую неотложную помощь собаке. А в Харькове, в общем-то, оставила собаку на попечение, как мне кажется, очень хороших специалистов. Собака вообще изумительная. Мы ее назвали Флэш. Это добряк-добряком, который вообще ведет себя, ну, с моей точки зрения, удивительно, потому что мы для него все очень непонятные существа, незнакомые. И главное, он не понимал первое время, что с ним вообще происходит и что с ним хотят сделать. На задние лапы он не встает у него и не может он этого сделать, потому что рентген показал травму позвоночника. В понедельник мы будем более детально разбираться с этой травмой. Имеет ли смысл оперировать или тогда просто оказывать ему помощь в виде покупки коляски для передвижения. Я не уверена, хватит ли у меня денежных средств для того, чтобы довести эту ситуацию до конца. Я очень в этом смысле рассчитываю на помощь и поддержку таких же неравнодушных людей, как я. То есть вот это я сказала к тому, что меня идеализировать тоже не надо. Каждый человек, он поступает в меру своих возможностей, сил, убеждений каких-то, ну и готовности принять на себя какие-то сложные решения. Вот так скажем. И тут никого нельзя осуждать за то, что он поступил так или иначе. Но у меня была же возможность, я же была на машине в тот момент, ну почему же я, и это мне в общем ничего не стоило, по большому счету, кроме труда найти людей, которые бы мне помогли загрузить собаку, поскольку она, ну во-первых, незнакомая собака, да, и могла агрессивно себя вести, а во-вторых, просто тяжелая, потому что она порядка 35 килограмм весит. Вот. А дальше я на машине, и понятно, что раз я на машине, значит, я могу его привезти. Мне иногда мои знакомые говорят, ну блин, ну не спасешь всех, ну всех не спасешь. Я понимаю это, но я просто не могу пройти мимо. Это, наверное, характер, это так заложено в человеке. Хайжи тяпыры може все. Хайжи тяпыры може все.